Чемпионат Украины я считаю выровнялся, любая команда оказывает сопротивление в основе, поэтому каждая игра трудная по-своему. Просто когда выиграешь эмоции одних, когда что-то не получается, эмоции другие. А так каждая игра по-своему трудная. А за счет чего сегодня никто удалось победить? За счет команды. За счет команды, что мы выполнили то, что говорил тренер, не дали сырать Киева так, как он любит играть. И выполнили все. Вы в двух предыдущих матчах пропускали на последних минутах победу. Не было бы сегодня мандража в конце игры? Был всегда мандраж, когда счет скользкий. Как мандраж? Это не мандраж, это волнение, что не хочется пропускать на последних минутах. Но это футбол. С металлистом мы сильно низко сели, поэтому пропустили два гола. В этой игре мы этого не позволили себе. Динамо не позволили нас затащить в штрафную. Поэтому моментов особых у них не было. Карточка желтая оправдана? Не оправдана. Я даже не знаю, за что он мне дал. Я в принципе не вступал с ним в споры какие-то. Он меня начал толкать, я ему не отвечал. И он мне дал четвертый желтый. Поэтому я пропускал следующую игру. Это я только очень сильно расстроен, что не смогу сыграть в следующей игре. Хотя я считаю, что там желтого не было. Кто из динамовцев тебя сегодня поздравил первой с победой? Учитывая твои динамовские проживания. Не знаю, после игры я с Еременко пожарил друг другу руку. И сейчас сын у него ходил, подбирал, что будет все. Футболками не менялся? Да вот сейчас жду Еременко поменяться футболками. О, с победой. Ты по-русски же говоришь, нет? А, нет. По-хорватски, может? По-хорватски, может? Да, про игру. Про игру. За игру. За игру, да. По-русски, да. У нас был матч для нас. Мы заработали очень три важные очка. Несмотря на то, что у нас было множество травм, некоторые игроки не могли играть из-за предупреждения, другие игроки из-за травм, три типа болезни. У нас было игроков в распоряжении перед матчем. Но те, кто вышли на Аполе, они приложили очень много усилий. Мы обыграли очень хорошую команду. Команду, которая только что перешла в следующий раунд в европейском соревновании. Я думаю, благодаря этому усилию, мы заработали компенсацию нашим усилиям. Эти три очка, которые очень важны для нас. Скажем, что мы пробовали в течение недели разных игроков. Команду, у него уже кондиция, три месяца практически был вне игры. Вот сейчас он перешел на последнюю фазу восстановления. Но парень понимает, как он нужен команде. Он предложил себя, в общем, и просто он как зверь сегодня повел себя. Нельзя, конечно, не отметить ту поддержку, которую мы сегодня получили со стороны наших болельщиков. Они соответствующим образом отреагировали на то усилие, на нашу игру, которую мы предлагаем для них. В принципе, если сравнивать с испанским дерби, с испанским классиками, в частности, на матчах Барселона и Реал Мадрид собираются порядка 100 тысяч зрителей. Конечно, у нас несколько поменьше. Но если сравнивать с соответствующими матчами в Испании, где собираются столько же, сколько у нас сегодня, порядка 30 тысяч, то я думаю, что можно запросто сравнить накал страстей испанский и украинский сегодняшний матч. Да, мы поверили в нашего вратаря, как верил в него раньше, во многих матчах до этого он спасал нас, потом, в общем, были в него свои проблемы, свои неточности где-то, но вообще каждый футболист может сыграть то ли лучше, то ли хуже. Здесь главное продолжать верить в него, и мы поверили, и он продолжил, я думаю, что он заслуживал место в основном в составе сегодня. Ну, я должен сказать то же самое, что говорил касательно Лаштовки, что футболисты могут ошибаться, могут играть более или менее удачно, но при этом я думаю, что он выложился на все 100, что мы должны оценивать его с той позиции, какую пользу он принес команде в сегодняшний матч, он забил победный гол, но к тому же нужно понимать, что он еще в процессе адаптации находится, адаптации к футбольным реальным, которые отличаются от тех реалий, с которыми он сталкивался в своей стране, его можно понять.